Стратегические проекты, каковы в общих чертах они могут быть? Во-первых, для углубления тех процессов, технологических процессов, которые уже существуют в Беларуси. То есть у нас есть определенные школы, машиностроения, тракторы, автомобили, белазы, мазы, автобусы, то, что уже известно на рынках, отдельное направление в сельском хозяйстве, далеко не все. Хоть мы этим и гордимся, результат определенный есть, переработка и так далее, и так далее. По каждым из направлений есть возможность и необходимость углубляться. Технологии понятны, нам это известно, школы существуют, кадры знают, в каком направлении двигаться. Будем углубляться. Вот пример, в Сельдогорске мы ввели завод по производству целлюлозы. Слушайте, в лесу живем, целлюлозу закупали. Было принято решение, целлюлозе быть, чтобы производить из нее продукцию, конечную. Бумагу там, тетрадки, пищевую бумагу, еще какую-то бумагу и так далее. А что, целлюлоза – это, конечно, и продукт, это промежуточный продукт. Надо получать большую добавленную стоимость. И когда мы бродили по целлюлозно-бумажному комбинату в Светлогорске, еще бывший министр наш Назаров, я ему задаю вопрос, дальше что? Это ведь пелуфабрикат целлюлоза. Что будем производить дальше? Мы умеем что-то делать, углубляться? Он говорит, конечно, Александров. Мы же, говорит, целлюлозу везем в Польшу, к примеру, и не только, но в основном. И оттуда привозим картон. Вот он, картон. Это упаковка. Ну а что, сами не можем сделать? Можем, отвечает Назаров. Что для этого надо? Надо вот тут за стенкой построить цех. Если он будет построен, мы будем производить конечный продукт. Насколько я понимаю, Иван Иванович, этот цех мы заканчиваем строить. И как бы ни было трудно, мы его оснащаем технологическим оборудованием, и санкции не мешают, когда кнут есть сзади, к сожалению. Вот вам показатель одного из небольших стратегических проектов, который реализован примерно за полтора-два года, после моего посещения сколько-то, два года, наверное, прошло. Мы реализовываем этот проект, углубляя то, что сегодня имеем. И это основа нашего дальнейшего развития. Есть другое направление. Создание новых производств. Ну, к примеру, атомная электростанция. Мы же вообще не в зуб ногой, как в народе говорят, ничего не умели в этом плане делать. Сегодня создали целую отрасль. Помните, я вас долго и журналистов своих, и вас уговаривал о том, что надо атомную станцию построить. Да, у нас народ чернопольский, трудно, но это мое решение. Я пойду и приму это решение. Надо ее построить. Ну, выбрали две площадки, одну станцию построили. И сегодня у нас потребление атомной энергетики к общему потреблению электроэнергии выше, чем в Соединенных Штатах Америки и даже в России. От общего где-то четверть мы замещаем за счет мирного атома. Сегодня я так аккуратно, вы заметили, подвожу вас к тому, что неплохо было и вторую атомную станцию иметь в стране. Это очень-очень выгодно. Еще раз подчеркиваю, такие проработки на первоначальном этапе идут. Мы определились, или мы добавляем два блока к существующей площадке, на существующей, или в Могилевской области, где у нас вторая площадка, строим еще два блока. И тогда больше половины электричества мы получим от атомной станции чистого, очень выгодного продукта. Ну, и наши дети уже могут жить спокойно. Они уже могут по электроэнергии жить и сейчас. БНБК – новое производство. Вот стратегические направления, которые поднимут страну на 2-3 ступени выше, чем она есть сейчас. Это новое, и в этом направлении надо двигаться, если мы хвастаем всегда, что мы такие умные и продвинутые, если мы хотим это доказать на практике. Продолжение следует...